Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. Баскетбольный клуб «Энергия» начинает новый сезон. В Иванове открылся 26-й межрегиональный турнир в памяти тренера Кирилла Литвинова. В понедельник ивановские баскетболистки на своей площадке встретились с командой «Черные медведи» Санкт-Петербурга. В этом году в турнире участвует 7 команд уровня не только Суперлиги, но и даже Премьерлиги. На нынешнем турнире очень сильный состав участников, но мы сознательно пригласили сильные команды. И спасибо им, что они приехали, чтобы проверить себя именно в играх с сильным, более сильным соперником. Но на сегодняшний день турнир уже перевалил экватор, и много было интересных игр, в том числе и неплохо себя зарекомендовала наша энергия. Естественно, побед ждать пока рановато, но идет упорная борьба. Городской проект по пропаганде физкультуры и здорового образа жизни «Чемпион 37» готовит для горожан сюрприз – экспозицию, посвященную ивановскому спорту. Мечта о создании в городе подобного музея витает уже давно, и вот сейчас ведется активная работа по формированию коллекции. «Чемпион 37» – это не только тренировки на свежем воздухе и мастер-классы. Этот проект призван всячески пропагандировать физическую культуру. Город, наконец, обретет постоянную экспозицию, где разместят экспонаты на спортивную тематику. Открытие намечено на 1 октября. Место проведения организаторы пока держат в секрете. Было уже заявлено нами когда-то во время старта этого проекта о том, что мы готовим экспозицию из истории ивановского спорта, из истории художественных произведений на тему спорта. Эта экспозиция откроется, и мы приглашаем всех желающих принять участие в тех выставках, которые будут проходить на базе вот этого самовыставочного зала из истории ивановского спорта. Все на старт! Большой всероссийский праздник спорта и здорового образа жизни Кросснации пройдет в Иванове уже в эту субботу, 21 сентября. Не пропустите! Одно из самых массовых спортивных мероприятий пройдет в парке имени революции 1905 года. В прошлом году День бега собрал более 2000 участников. Всем желающим по категориям будут приложены дистанции от 1 км на 3 км. Ограничений по возрасту и постоянной здоровью для участия в мероприятиях нет никаких. Это День бега, это День спорта, это День здорового образа жизни. Приглашаем всех желающих к этому мероприятию присоединиться. Мандатная комиссия по участию в мероприятии начала свою работу с вчерашнего дня. Работает она до 20 сентября на территории школы номер 1 по адресу улицы Пушкин, 28. Время работы мандатной комиссии с 10 часов дня до 5 вечера. И непосредственно в самом День мероприятия с 1 сентября в субботу можно будет пройти регистрацию перед мероприятием с половины 10 до 10.45 прямо в парке пятого года. Юные звезды большого тенниса в спорткомплексе «Риад» проходит соревнование российского теннисного тура. Первенство Ивановской области среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет. В соревнования собрали более 60 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Ярославля. Наш город представляет 8 человек. Ребята хорошие, достойные. Есть даже 9-летние, которые только начинают в этом году. Они вступили в российский теннисный тур, стали его членами. То есть стараются тренироваться, достигать каких-то своих результатов определенных для своего возраста. И уже принимают участие даже в турнире более старшего возраста. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Егор Щербаков. Он же первая ракетка турнира. Соревнования проходят в одиночном и парном смешанном разряде. Имена победителей станут известны 22 сентября. Первенство Олимп ФНЛ преподносит немало сюрпризов. Плотный график дается не просто всем командам-участницам турнира. Яркие победы соседствуют с громкими поражениями. Прежде Ивановский текстильщик потерпел 4 поражения подряд, но вопреки предматчевым раскладам выиграл у одного из лидеров турнирной таблицы команды СК «Хабаровск». Матч с Хабаровской командой завершился со счетом 3-1 в пользу текстильщика. По статистике, хабаровчане владели мячом 73% времени, но ивановцы были точнее. По итогам игры два члена футбольного клуба «Текстильщик» вошли в символическую сборную 13-го тура Олимп ФНЛ. Первый тренер – Дмитрий Бояренцев, который сработал не только как тактик, но и как мотиватор. Обыграв хабаровчан, ивановцы стали авторами самой громкой сенсации 13-го тура. В дюжину лучших вошел и правый защитник Алексей Горюшкин, автор победного для ивановской команды «Гола». «Непредсказуемый абсолютно турнир. Команда может выдать серию 4-5 побед и также провалиться с таким же результатом. Такие достаточно большие перелеты, переезды и, безусловно, Хабаровск сегодня, да, может быть, выглядел предпочтительнее, но было видно, что уже сил в конце у ребят все-таки не хватало именно на хорошее действие с мячом. Да, они двигались, они перемещались, но в решающей такой стадии, да, атак было, в высоченной фазе атак, было видно много брака, но это все, может быть, я думаю, связано с усталостью, хотя команда очень-очень хорошо выглядела, я смотрел несколько матчей, вот, кто-то это, мы весь август вообще в автобусе провели, то есть и мы тоже провалились, видите, у нас серия такая неудачная, хотя до этого там была серия на беспоражение 4 матча». Для текстильщика турнир «Али МФНЛ» сложен еще и отсутствием возможности играть на своем поле. Даже домашние матчи, по сути, являются выездными. Вместе с тем завершилось формирование состава команды. «Всегда хочется, конечно, укрепиться и что-то улучшить, но на самом деле первые вот эти туры, они показали, где у нас есть некоторые недочеты, которые надо исправлять, вот. Ну, в целом, это все через работу, все через работу, и я думаю, ребята должны это понимать, что наш уровень, мы можем только подтянуть, это желание работать, отдаваться на поле. Вот, конечно, нам будет очень тяжело, но мы вполне конкурентоспособны, я считаю, за борьбу именно, чтобы сохранить прописку». Одним из последних рядов красно-черных пополнил нападающий Дамир Трегулов. В Ивановский клуб он пришел из московского торпеда. То, что футбол – это призвание, знал с детства. «Я занимался шахматами, третий взрослый по шахматам у меня, занимался танцами и каратэ, но всегда душа лежала к футболу, то есть в свободное время всегда играл футбол, но мама была против футбола. И потом, когда пришел уже определенный возраст, я уже поставил как ультиматум и сказал, что я хочу играть только в футбол, но ничего больше. И пошел в футбол, и начал тренироваться. Надо жить футболом, надо жить спортом, только так будут результаты». Впереди у красно-черных игра с клубом «Мордовия» из Саранска, которая сейчас занимает 19-ю строчку турнирной таблицы. Матч пройдет в предстоящую субботу, 21 сентября, на стадионе «Старт». Начало в 17.00. Продолжаем болеть и верить. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!